Привет, друзья! Меня зовут Саша. Я веду околоигровой канал Gaming за 30. Это очередной лайф на моем канале Автотреп за номером 4. Есть несколько тем, которые я хотел бы с вами обсудить. И начнем с той, которая попадает под категорию лучше поздно, чем никогда. Где-то числа 5 мая на канале Gaming за 30 стало больше 3000 подписчиков. Это очень знаменательное и приятное событие. Я хочу вас поблагодарить, что смотрите, не отписываетесь. То, что вас становится больше и то, что вы принимаете участие в создании контента, комментируете. Это очень хорошо. И могу вас заверить, что впереди вас ждет только самое интересное. Поскольку в разработке находятся уже несколько передач, которые должны будут в ближайшие месяцы появиться. И плюс идет адаптация и изменение уже существующих передач непосредственно под нужды и интересы зрителей канала. И так вот мы плавно перейдем к следующей теме. А следующая тема требует вашего непосредственного вмешательства. Я хочу сказать, что передача Ги Мерня, которая на данный момент вышла в 4 выпуска, в данном формате, в котором она существовала, больше выходить не будет. Почему я принимаю такое решение? Все довольно просто. В связи с тем, что она достаточно продолжительная по времени, там где-то в среднем около получаса, ну а от 20 минут и до 30 по продолжительности получается. И основную часть времени этой передачи занимает рубрика «Листая игражур», где я рассказываю про старые журналы, листаю их, вспоминаю какие-то свои там моменты памяти из игрушек или еще чего-то. Основная часть комментариев под видео и вообще каких-то дискуссий связана именно с этой рубрикой, примерно в соотношении процентов 85 к 15. То есть остальные рубрики, которые, это значит юбилей какой-то, небольшой обзор игры и новости игровые, они по большому счету оказались никому не нужны и не интересны. А их монтаж и подборка информации занимало на самом деле немало времени, что усложняло монтаж самого видео и вообще утяжеляло саму эту передачу очень. Поэтому если, учитывая тот факт, что вас больше интересует все-таки «Листая игражур», то, видимо, пора ей стать отдельной передачей, поскольку сейчас я наконец-то собрал большую часть журналов «Великий дракон» и вообще у меня много сейчас чего скопилось игрового литературы, которую я с удовольствием хочу вам показывать. Но от названия «Геймерня» и от самой передачи я отказываться не хочу, но в этом формате, точнее, под этим названием будет выходить что-то другое. Вот давайте подумаем, что сюда лучше всего пойдет. Нет, если вам нравится старый формат «Геймерни», то напишите об этом, я все-таки подумаю, рубить в плеча мы не будем, но я думаю, что здесь все-таки журналы нужно сделать отдельно, потому что у меня их много и рассказать я очень много, что о них хочу, именно вот все же не мешая это с другой какой-то информацией. Может быть, в формате «Геймерни» можно поделать, попробовать какие-то смешные обзоры, насколько у меня это получится. Либо поснимать, допустим, как я играю в какие-то игрушки, прохожу их там на аркадном автомате или на Sega, Dendy, PlayStation. То есть, вот как-то вот так вот можно сделать. Ну, типа летсплей, не летсплей, не знаю, как это назвать. Ну, в общем, если какие-то у вас будут идеи, во что облачить «Геймерню» обновленную 2.0, то пишите в комментариях, конечно, я буду ждать ваши отзывы, это очень важно. Так, здесь закончили, следующий момент, это хочу поговорить о запуске цикла видео «Истории геймера за 30». Я в целом доволен, как это все стартануло, я записал два ролика подряд, первый, второй выпуск про микрошу и про многоигровки. Наверное, надо было все-таки их разбавить, не выпускать их так вот вместе. Ну, в дальнейшем я делать так, наверное, не буду. И в целом мне понравилось, как их посмотрели, по количеству просмотров, по динамике, ну, опять же, в рамках канала, это, ну, было неплохо. А второй ролик про многоигровки, несмотря на совершенно неожиданный хейт обитателей группы «Киномания», который я, честно говоря, не ожидал, ну, ладно, оставим это на совести тех, кто писал комментарии. Ну, как говорится, нет худа без добра. Этот ролик оказался самым быстро набирающим просмотры за всю историю канала «Гейминг за 30». То есть, получилось так, что он меньше, чем за сутки собрал впервые, быстрее всех роликов моих, тысячу просмотров. Понятное дело, что в рамках Ютуба это капля в море, но для молодого развивающегося канала это серьезный шаг вперед. А динамика в нашем деле подобная важна, как ничто, ну, вы так понимаете. Так что, я продолжу снимать. Историй «Геймер за 30» много. Я уже даже небольшой план накидал. Также готовятся еще мои рассказы про 90-е. Но, вот не знаю, стоит ли их снимать в машине или нет. Потому что тоже в ряде других еще групп тоже народ такой недоумевает. Вот, типа, там, вот чувак, там, типа, рассказывает про видео, про игрушки в машине, а что, типа, дома там не снял. Я понимаю, что у многих от новых каких-то форматов происходит какой-то там, такой, не знаю, диссонанс какой-то, что ли. Но, чтобы сильно народ не пугать, наверное, это будут делать так порционно. Но я подумаю еще, как все-таки это лучше все сделать. Так, теперь о подкастах. Я понимаю, что самый первый подкаст про опрос Nintendo консоли, он оказался очень маленьким. Но я хотел просто попробовать, насколько у меня вообще это получается. Потому что, когда пишешь подкаст, нужно очень сильно работать, усиленно работать с дикцией. У меня, как выяснилось, с этим не все идеально. Пришлось часи перезаписывать. Подкаста. Ну, не важно. В общем, я так смотрю, что в целом вы смотрите, слушаете, значит, это интересно. Буду продолжать. У меня тоже заготовлено довольно много тем. Ну, и здесь, наверное, стоит закончить. Все, что я хотел, я рассказал, всем поделился. Да, впереди ждет 10-й Привет Аркейд, который будет юбилейным. И там, я думаю, вас будет ждать сюрприз. Осталось только его грамотно подготовить. Да и, в общем, новые передачи, которые я задумал, тоже в ближайшие пару месяцев не заставят себя долго ждать. Вы их увидите. Новые форматы грядут на канал. На этом все. Спасибо, ребята. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.